В Ульяновске прошел ежегодный вечер литературного журнала «Симбирск». В Центральной городской библиотеке имени Гончарова собрались писатели, художники и творческая интеллигенция. Открыла вечер главный редактор журнала Елена Кувшинникова, которая немного рассказала об издании и подвела итоги за прошедший год. Мы много места и времени уделяем, места в журнале и времени творческого общения уделяем нашим сегодняшним писателям, ульяновским прозаикам и поэтам. Литературный журнал «Симбирск» – это региональное периодическое издание, которое издается с 1990 года. Это почти 30 лет. Его основная цель состоит в объединении всех литературных сил региона. И, как отметил председатель регионального отделения Союза писателей России Илья Таранов, журнал необходим для продвижения творчества писателей. Писатели, художники, публицисты, наверное, я бы тоже сказал, они как трудолюбивые пчелы, пишут, трудятся, и их труд должен быть оценен. В первую очередь, конечно, самим автором для себя и читателем. Но вот журнал как раз является таким средством, наверное, оценки, продвижения, творчества. На страницах журнала «Симбирск» можно прочитать произведения как известных мастеров слова, так и начинающих авторов. Молодые поэты и писатели тоже присутствовали на вечере. Есть рубрика «Молодые голоса», в которой публикуются молодые литераторы Ульяновской области. Но публикуются не только ульяновские литераторы, публикуются и литераторы из других городов. Например, летом у нас было Всероссийское совещание молодых литераторов на родине Гончарова. По его итогам тоже молодые авторы были опубликованы в журнале из других городов, из других регионов. Это очень хорошо, что журнал не только региональный, а что он приобретает всероссийскую славу и известность. Авторы публикации не остались без подарков. За активное сотрудничество с журналом их наградили грамотами от издательского дома «Ульяновская правда» и Ульяновской организации «Союза писателей России». Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости «Ульяновской правды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова